Киселёв 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 Я его хотел убить, я его убил совершенно по-другому. Я хотел под видеозапись получить его признание. Идти в покушениях на меня, в 200 тысячах, которые он оплатил, и отвечал за мой приговор. Я хотел услышать его причастность к судьбе близких людей. Кто-то из них пропал без вести, кто-то из них погиб при странных обстоятельствах. Судьба одного караватского Игоря, чего стоит, на протяжении двух месяцев в труп довели до состояния гнилостных кузенов. Этот человек, по моей просьбе, снимал с сервера Козюбы теневой оборот по Украине на протяжении нескольких лет. Его папка лежит в Печерском суде. Его убили. Он умер в страшной смерти. У него колени кости стерты до костей. Дело было закрыто. Упал просто так. Два месяца при живой жене, даже бывшей, при живой сестре, никого не уведомляли. Труп дошел до состояния гнилостной инфузеры. И потом его захоронили за Козюбой. Только после этого уведомили родных. Я знал прекрасно этого человека. Этот человек, по моей просьбе, на так называемый носитель, на протяжении нескольких лет через программу «Шпион» скачивал у Георгия Козюбы, который сейчас не инкриминирует обстоятельства разбоя. Годами, тоннами, десятками тонн, теневой оборот компании «ЮВКАГА». То, что шло по Украине через Георгия Козюба. Георгий Козюба – это бывший гравер и точниканики, который меня сейчас обвиняет в разбоях. Вот те 52 штампа профильных ювелирных предприятий Украины и 22 поделитрия клейма – это его работа. И вообще, я еще раз говорю, вы поймите, вот просто вводите в ювелирный скандал в Киеве, видите, что произошло с «ЮВКАГА» летом 2010 года. Сколько было изъято, сколько декларировалось через палату правильного надзора – 1% от деятельности. А потом, спустя 4 месяца, генеральная прокуратура все спускает на тормозах, говорит о каких-то нескольких сотнях тысяч гривен, убытках. Ну, это смех. То есть мнение электората уводится в сторону. И самое главное, в этом суде, если он неоднократно давал показания, о том, что он вообще никакого отношения не имеет к ювелирному бизнесу. Он в ужасе был, когда ему задали вопрос, где ты взял 600 тысяч, который, гривен, который ты якобы вложил в ЮБКАГА, он отказался, 63-я статья. И помилуй Бог, спустя полгода на 30 миллионов убытков, как он говорит, у него вдруг образовалось. Интересно знать, откуда. Неужели людям неинтересно? Для Украины миллиардный криминальный оборот. Неужели это недостойно внимания? Киселев из-за меня, из-за моих действий, из-за того, что я слил компромат против него, потерял свыше 100 миллионов долларов, априори у меня в этом нет малейшей тени и сомнений. Ежегодно компания ЮВКАГА приносила ему конец с 2010 года и до момента, пока он не погиб. В результате встречи со мной, да, я его убил. Но убил, понимая, что если не убью я, убьет он. Поэтому у меня не было малейшей тени сомнений. Поэтому, да, я убийца. Да, я убил. Но перед этим я 13 лет пытался внимания правооценительной системе привлечь к ситуации с компанией ЮВКАГА, ЮВКАОМИКС, криминальной составляющей, а иной там не было. Легально был только 1% оттензий. Все остальное криминал чистой воды. И желание отомстить Кислерёву мне, после того, как я в 2010 году руками сотрудников правоохранительных органов фактически отменировал в бизнесе, оно стократно будет стократно.